Центр БР Давид, Израиль, дистанционное лечение. У нас... Всем добрый день, я хочу поделиться своей историей. У нас было с Давидом 6 сеансов полных. Вот, месяц где-то мы уже по его методике работаем. Я могу сказать, что у нас колоссальные изменения. Ребенок меняется, вот, еще, конечно, много работы, но ребенок меняется, это видно. Он начал петь песни, вот, он начал... Научился играть догонялки, причем не только за ним гоняются, но и он тоже догоняет. Сейчас он осваивает сам игру в прятки. Стал более адекватен и стал более послушным. Самая главная хорошая методика, которая нам помогает, это то, что он... Я записываю все его неадекватные, да, поведения какие-то, показываю ему. Ему это не нравится абсолютно. Телефон надо держать подальше в этот момент, потому что мы и бьем телефон, и швыряем, и вышвыриваем. Поведение нам не нравится, кричим, это не я. Вот, стараемся где-то исправиться. Дальше я пришлю видео, в которых видны наши изменения. Он писал только с моей рукой, сейчас он пишет сам. Сам берет криво, коряво, конечно, но пишет, зато сам своей рукой. Вот пока такие у нас хорошие изменения. Он стал более внимателен к детям, то есть ему стало интересно. Если раньше он был один, присутствуют дети, не присутствуют, он сидит где-то тихонечко и играется, то сейчас он затрагивает всех сам. Несколько раз по просьбе Давида он писал ему даже сам сообщение. То есть сначала это было на непонятном английском языке, непонятно, чего он хочет. И один раз он написал ему даже на русском и что-то ему отвечал. Я хочу сказать огромное спасибо Давиду за ту поддержку, которую он мне оказал, которой действительно не хватает нам всем. Когда вокруг все смотрят и не пойми, что говорят, и тыкают пальцем на вашего ребенка, хотя вы видите, что ребенок в общем-то адекватен в каких-то моментах непонимания от родных и близких. Не говоря уже о школе, о родителе, детей неадекватных, которые ведут себя в два раза хуже, чем ваш ребенок. Но такой поддержки, такого понимания и такой надежды, наверное, еще не давал нам никто. То есть здесь и мама моя уже более по-другому стала относиться к ребенку. Папа, дедушка наш, то есть все у нас потихонечку меняется. И мы меняемся, меняется с нами наш ребенок. Сейчас я хочу показать своего ребенка. И пришлю видео, где видно, где мой ребенок сам пишет, что-то сам вообще делает. Прекратились истерики. Мы даже подстриглись первый раз сами, без всяких там криков. Подожди, аккуратно или еще что-то такое. Поначалу стрижки у нас вообще проходили. Да и истерик таких, что хотели даже закрывать парикмахерскую, потому что она кричала, люди помогите и убивают. А тут он сам сел, и наша парикмахер, мастер наша, она даже на радостях сделать ему успела рисунок. В какой момент, даже я не заметила это. Она сказала, пока дается, и я буду даваться. Ну, будем работать дальше. Я надеюсь, что у нас все будет лучше. Ну, вначале бы, конечно, хотелось бы, да, кто не знает мою историю, хотелось бы рассказать, что в два с половиной года, до двух с половиной лет у меня был абсолютно адекватный ребенок, без каких-либо повреждений видимых, да, без каких-то проблем. Он начинал говорить, и все у нас было по возрасту. После того, как мы в два с половиной года сделали ему прививку, все изменилось. Изменилось кардинально. Ребенок меня перестал узнавать, я пыталась его обнять, он кричал. Вот. Бежал, не пойми куда, под машиной. Говорить он у меня начал только в пять лет. Перестал спать. Сон у нас нарушился вообще. Сейчас мой ребенок спит. Причем, кстати, благодаря Давиду, его советам, его ароматерапии, да, я его стала купать, и мой ребенок ночью спит, не крутится, не вертится, ребенок спит, отдыхает, и мозг вместе с ним отдыхает. Я не знаю, как это все происходит, вот, но могу сказать, что результаты есть, и они видны. Ну, пусть не всем, просто я как мама, да, я наблюдаю своего ребенка круглосуточно, и я могу сказать, что у нас поменялось, а что у нас не поменялось. Егорушка, подойди ко мне, подойди ко мне, сыночек, на секундочку. Hello. Это мой ребеночек, это мой Егорушка, он, конечно, не любит сниматься на видео. Скажи, всем привет, сыночек. Hello. Hello, да? А что ты хочешь поздравить, с каким праздником? Я ем пряник. Ты ешь пряник? Я съем пряник. Съем пряник, да? А с Новым годом всех поздравим? Да. Вот так. То есть ребенок был вообще, то есть он не говорил ничего. Будем работать дальше, и я надеюсь, что все у нас получится. Всем желаю здоровья, чтобы все, у всех детки стали нормальными, адекватными, чтобы родители поменьше переживали, не нервничали, потому что все-таки нервы и переживания передаются нашим деткам. Это я испытала на себе. Мой ребенок категорически не любит, когда я плачу, он меня успокаивает. Будем работать дальше, посмотрим, что будет в следующих видеоотчетах. Спасибо всем огромное.